Я хочу, чтобы это изучение тоже было заслугам еврейского народа, чтобы всех пленников В Вера Ташея освободились, раненым выздоровел, и война В Вера Ташеем закончилась полной победой. Начинаем с вами Бешатова, вторую главу этого трактата. Первая Аллаха говорит так. До какого времени можно вспахивать белое поле? Что имеется белое поле? Белое поле пшеницы какого цвета? Золотого-белого цвета. Поле, на котором растет пшеница или любые другие вещи, кроме дерева. Про деревья мы говорили в первой главе. Поле, на котором растут другие вещи, кроме деревья. До какого времени, в шестой год, перед седьмым, можно это поле вспахивать, спрашивать Мишна. И говорит, Миши, пока в земле есть сырость. Как только сыро закончил, вспахивать нельзя. То есть, все это время, пока люди вспахивают это поле, чтобы посадить там кабачки или, по другому мнению, это огурцы и тыквы. Так как ты говоришь, пока в земле не закончится влага, сейчас каждый будет решать по-своему. У меня на земле влага закончилась сегодня, второй, через две недели, через три недели. Сейчас у каждого дал какой-то другой размер, какое-то другое время. Так не должно быть. Должно быть одно время у всех. Говорит, дорогие Шимон, у всех одно время должно быть. Поле простое можно вспахивать до Песаха. Поле с деревьями можно вспахивать до живота. Не нужно разделять, чтобы каждый решил, у меня здесь, у меня так и так. Дальше. Гмара объясняет эту мишну так. Адаматая хорчин. Ман Таналеха. То, что мишна спросила, до какого времени мы вспахиваем это поле? Кто мудрец этой мишны? Кто Тана? Кто говорит? Гмара говорит, кто Раби Мейр? Раби Мейр? Это Раби Мейр. Поэтому мы можем сказать, что Раби Мейр идет по мнению Бет-Шамая. А Раби Мейр идет по мнению Бет-Шамая. Почему? В первом мишне что-то сказали. Говорит Бет-Шамая, до какого времени можно вспахивать поле с деревьями? Все то время, пока это вспахивание полезно для плодов шестого года. И здесь Раби Мейр говорит, пока в земле есть влага. То есть конкретной даты нет. А там, кто говорит, Бет-Хилель, до какого времени Пасхи, до живота. А здесь Раби Мейр говорит, до Песаха. Поэтому мы можем заключить, что Раби Мейр идет как Бет-Шамая. А Раби Мейр идет как Бет-Хилель. Но говорит Гмара, когда Раби Мейр идет по мнению Бет-Шамая, и Раби Мейр говорит, что Раби Мейр идет по мнению Бет-Шамая. И разве можем так сказать, что Раби Мейр идет по мнению Бет-Шамая? Как можно сказать, что Раби Мейр идет по мнению Бет-Шамая? Поэтому говорит Гмара, другое объяснение. Раби Мейр идет по первой мишне, а Раби Мейр идет по второй. Что за первая, вторая мечта? Мы сказали, что изначально мудрецы думали, что запрет вспахивать в поле в шестой год перед свимым, запрет по Торе. И запретили вспахивать уже когда? С Шавлота. Но потом раба, говорили, и в Бедзин пришли и сказали, что это запрет всего лишь по мудрецам. И они потом отменили этот запрет. Вот это первая мечта, когда был запрет, идет по мнению раби Мейра. А то, что потом разрешили, идет по мнению раби Шимона. Как можно сказать, что раби Мейр идет, и смешной, которая была еще до отмены запрета, а раби Шимон после. Эля раби Мейр шния дивреха коль, а раби Шимон шния махроки. Раби Мейр идет, то, что он говорит, идет и по мнению Бешамай, и по мнению Бетхилеля. Эта версия здесь меняется. Здесь, в Гмаре, написано наоборот, но правильная версия. Именно так, а раби Шимон, у него, он идет, объясняет, как спор между Бешамай и Бетхилем. Говорит, мы рада, аши, а в ума, та на радае матае хоршинце де лаван эре в Швейд. И сказали, окей, кто же все-таки мудрец этой мечты, который говорит, что фоле пшеницы, скажем, вспахивает до седьмого года, до какого времени? Раби Мейр, берам к раби Шимон, ле бетхиле, зде лаван ад апеса. Это раби Мейр, но раби Шимон говорит, что это поле вспахиваем до Песаха, а поле деревьев до Швот. Мы сказали до этого. Лос овдаваркше еш мукша умудла, эла филумя харши, мне адам, а ты винлита, бе мукшиот убымудлаот мута. Теперь мы сказали, все то время, пока люди будут сеять кабачки и тыквы, можно это поле вспахивать. Правильно? По мнению раби Мейра. Говорит, это не обязательно, а если у меня есть поле, я там ничего не собираюсь сеять. Имею я право вспахивать это поле или нет? Имею право. Все то время, пока другие люди вспахивают это для того, чтобы посадить нам эти кабачки и эти тыквы, в это время, в этот сезон я это делаю и для себя тоже, несмотря на то, что я ничего там сеять не собираюсь. Раби Шимон говорит, когда ты говоришь, можно это вспахивать, пока не закончится влага, сейчас каждый решать будет сам по-своему. Я не скажу, у меня влага закончилась, сейчас каждый вам влага не закончилась, или без лаван, а до Песох, без лаван, а до Серт. Мы сказали, Раби Шимон говорит, конкретно время, поле до Песоха, поле с деревьями до швота. Ма без лаван, без лаван, без лаван? Окей, какая разница между полем пшеничным, скажем, и полем для дерева? Он говорит, здесь лаван, а ледешу, а ти лезеро, а бетхила цари, шекье, а лиха каимет. Так как человек, когда поле для пшеницы вспахал, он сразу его засевает. Поэтому что нужно? Чтобы там влага была, чтобы эти семена принялись. Но так как деревья уже взрослые, они стоят, и в плодовом дереве, не обязательно, чтобы там было слишком много влаги, поэтому говорит, здесь Раби Шимон, эта разница, не нужно, чтобы там было много влаги, уже до швота заканчиваем его вспахиваться. Давай, Рахамим, два. Два. И начинаем, пройдем вторую мечту, и потом продолжаем, объясним ее на следующем листе в Гмаре. Вторая лаха говорит так, говорит мечта, говорит мечта, говорит мечта, что мы имеем право, мы забылим это покрывать удобрениями, удобрять землю в Мадрин, и обрабатывать то, что в английском называется хо, мотыга по-русски, обрабатывать землю мотыгой, вспахивать там лопаты, которые есть, как буква Г. Китмень. Можно их обрабатывать, эти кабачки, эти тыквы, прямо до Роша Шана. И этот закон относится не только к полю, которое орошается дождем, но даже к полю, который человек должен орошать сам. Иррюгейшин нужно орошать его. У-бэ-лаван, у-бэ-илан, мивлин, у-м-фаркин, у-м-аквин, у-м-авкин, у-м-анчнин, а-дву-шишна. И это поле, поле с деревьями. Можно его обрабатывать, можно его убирать там листья, можно покрывать его, даст пеплом, пылью или пеплом, или грязью. Это деревья, да, корни покрываем. Если корни открылись, нужно их покрыть, чтобы они не испортились. И также у-м-ашнин, а-дву-шишна, если там появились черви, как этих червей-насекомых уничтожают, разжигают ветки под деревьями, чтобы вот этот дым, всех этих насекомых червяков убивают. Все это можно делать прямо даже до рожь-шана. Ребята, а-дву-шишна, говорит мишна дальше так. Ребята, он говорит, что человек имеет право убрать большой лист, который закрывает гроздь винограда и препятствует солнечному свету, имеет право убрать это даже до рожь-шана. Месалькин, а-дву-шишна, чеветь месаклин, а-дву-шна. Человек имеет право свое поле очищать от камней. Дву-шишна в шестой год. Мекарсимин, умраздин, умфаслин, а-дву-шна. Человек имеет право срезать сухие ветки, подрезать свои деревья, прунтус называется, и убрать грязь, все, что не нужно, прям дрожж-шана. Дальше говорит Мишна. Рабиушо умер, кезиуда, уфи сула, шерхам, щит, кен, щель, щи, щит. Он говорит, интересно, Рабиушо говорит. Человек говорит, в пятый год убирает ветки и все, что не нужно, то, что он растет, когда? В пятый год, и это помогает на шестой год. И по мнению Рабиушо, он говорит, как можно это делать в пятый год? Для шестого, можно это сделать в шестой, для седьмого. То есть, по его мнению, в начале седьмого года можно будет эти ветки убрать, чтобы эти ветки, чтобы это помогло вырасти плодам шестого года. То есть, шестой год должен будет еще дальше вырасти на седьмой год? Это мне не хорошо. Но, Рабиушо умер, коль, мальча, они рожают, а вот это и лан, они рожают, бефю сулоу. Рабиушо говорит, нет, все то время, пока мне можно обрабатывать дерево, я имею право убирать отходы, то, что не нужно от этого дерева. А когда уже нельзя, на седьмой год работать нельзя, даже если я сейчас буду эти сухие ветки все со мной убирать, и это поможет плодам шестого года, говорит Рабиушо, что Рабиушо не согласен, и это в начале седьмого года, даже для шестого года, делать будет нельзя. То, что мы в мечте сказали, мевлиин, это иногда на дереве растет что-то ненужное для него, я знаю, как грибы, или еще что-то, можно это убирать прямо даже до рожьи шестого года, чтобы помочь деревьям шестого года. До рожьи шестого года, в конце шестого, чтобы помочь деревьям шестого года. Безразличное, Амин и Амин